Гей-ейски ребята, меня зовут Флайос и мы продолжаем играть в Хилл Климп. Что ж, остановился я на чем, ребята, а остановился я на тракторе и на чудовище. Ладно, на самом деле мне хочется поиграть, даже не знаю, что мне хочется поиграть и на чем. Наверное, на нашем гаражном монстре поиграем, вот таком вот. Откроем сундучок, посмотрим, что у нас тут есть такое. Дизель, дизель. Мне там корпус хочется гоночный выбить. Но что-то никак не получается, не получается. Ну что ж, ладно, ладно. Что у меня тут установлено? Так, так, ага. У меня тут электрический двигатель установлен. Ускорение, а тут ускорение. Да не, ну тот оставим. Газотурбина. Так, 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 да. Оставим, ребята, наверное, вот это. Давайте, может, колеса какие-то изменим. И сейчас попробуем попроходить трассу. Так, простоя формула. О, на вот таких вот колесах хочу попроходить. Так, сюда. Тихо, нет, нет, вот сюда. Нет, стоп, стоп. Где наши колеса от Формулы-1? Где они? Где они? О, установить. Хорошо. Хорошо. Давайте, далее, ребята, пробуем шоссейную трассу. Проходить, поскольку эта машинка создана специально для шоссе. О, смотрите, какая резвая. Она, конечно, тяжелая, скажем так, для каких-то маневров. То есть для Луны она бы совсем не подошла, конечно же. Но вот для шоссе очень даже очень круто она подходит. Опа. Так. У нас здесь рекорд 1000 метров. Мне там в комментариях писали, что у них рекорды по 50 тысяч. Я, честно, не знаю. Как-то много сильно. Но буду пытаться достичь таких рекордиков. Так. Ну, мы тем временем едем. В принципе, мне нравится шоссе тем, что оно очень плавное. Тут нет никаких горбиков, никаких этих. Только нужно следить за количеством топлива. Точнее, в нашем случае, тихо за батареечкой и не перевернуться. Переворачиваемся мы здесь очень по росту, к сожалению. К сожалению. Давайте еще раз попробуем. Давайте, а газотурбины и стоп. У меня же он вроде установлен. Нет, не установлен. Ну, ладно, дальше, ребята, тогда. Дальше. Мне нравится очень эта трасса. Конечно, если так вот быстро стартовать, то можно и разобиться. Но ничего страшного. Так. А в прошлый раз где я рекорд установил? А, вроде на осень я рекорд установил. И на сезонной карте, точнее. Ну, сегодня какую-нибудь новенькую купим. И с какой-нибудь новенькой машинкой попробуем поиграть. Так. А, на тракторе точно я остановился, ребята. Там была карта, вроде как, как же это? Пласса препятствий. Вот, точно. Вот, на ней сегодня попробуем поиграть. Ну, и на новых тоже каких-то картах с новыми какими-то машинками. И, наверное, попробую построить какую-нибудь новую машину. Для какой-нибудь специально карты. Для луны, не знаю, может попробовать какую-то сделать. Там какие-то колеса нужны, не знаю, с сцеплением хорошим. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж такое? Нет, не получилось. Ну, да ладно. В принципе, 600 метров, неплохая дистанция. Давайте, давайте. Так, назад, назад. И, так, пробуем купить что-нибудь. Вот что это такое? Фургончик. В смысле, ребят, почему фургончик? Ну, я, конечно, куплю его. Но это странная какая-то штуковина. Не знаю, он же неудобный, наверное. Эх, ну, ладно. Ладно, давайте. Далим. Далим. Так, и пещеры. Ну, не знаю. Луна у нас есть. Полоса препятствий. Марс. Рождество. Так, тихо, что тут так уже много все стоит. Архическая пещера. Лес. Не знаю, давайте лесную карту купим. Уж она дорогая, конечно. Ну, что поделать. Придется ее разблокировать. Ну, корпус. Ух ты. В-8 какой прям горячий. Ладно. Попробуем поиграть здесь. Так, это у нас фургончик здесь? Ну, вроде да. Давайте что-нибудь ему прокачаем. Ну, хотя бы двигатель для начала. Топливо. Это что, ускорение у нас есть? О, круто. Круто. Сейчас попробуем, ребята. Сейчас мы испытаем наш фургончик. Так. Ну, такой он, знаете, тяжелый на подъеме. А как ускорится? Не пойму. Как тут ускорение какое-то есть? Ладно, давайте разберемся. Наверное, мы по пути сможем подбирать всякие там ускоряющие штуки. Нас бустеры. Ну, пока такой себе. Странный фургончик. Дырынчит так. Забавно. Ну, ладно, едем. В принципе, он, не знаю, чем-то на трактор похож. Тоже неуклюжий такой достаточно. Но прикольный. Прикольный. Там какой-то кусок от нас отлетел. Отлетел фара, что ли. Или этот шильдик машинки этой. Кстати, ребята, машинка называется Volkswagen. Такой фургончик был популярен, не помню, то ли в 50-х, 60-х годах. На нем ездили хиппи. Это такие люди, такая субкультура, которая поклоняется природе. Ну, не то, что поклоняется. Они, во-первых, все пацифисты, то есть против войны. И они за все природное. Они вегетарианцы, там, кожи не носят. Ну, и, в общем, все такое. Забавные, веселые люди. Были когда-то. Ну, сейчас я таких, кстати говоря, не встречал. Так, ой, тяжело нам подниматься на эту горочку. Опа, опа. Ну, не знаю, давайте, наверное, еще какой-нибудь транспорт сегодня попробуем. Что-то не сильно мне нравится этот. Ну, в принципе, забавно выглядит. Единственное, что, конечно, плюс его. И едем мы не сами. Видите, там у нас пассажиры есть какие-то. Гости. Но зато на нем сильно не разгонишься особо. Это, конечно, плюс. Поэтому мы, смотрите, уже тем временем в первом заезде доехали. Он как далеко. Плохо он заезжает на горки. Но это, наверное, все решится усилением нашего, как-то сказать, двигателя. Да. И мостики он легко проходит. Нет. В принципе, вот по проходимости он хороший. Хороший. Да. Мне нравится. Да-да-да-да-да-да. Только мы, похоже, не заберемся на эту горочку. Оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай. Ой, не забрались. Хорошо. Хорошо. Так. Ну, но до двигателя... Ой-ой-ой. До этого мы не доедем. Да. Заглохли. Эх. 11 метров осталось. Но мы не доехали. Ну что ж. В принципе, забавный. Не забавный, не знаю, фургончик. Как-то не знаю. Но ему не хватает ускорения. Странно. Я так и не знаю. Просто тут закись азота нарисовано. Обычно таким рисуют... Как это сказать? Как это называется? Обычно таким рисуют ускорение. Ну ладно. Так. Угу-ху-ху. У нас тут что есть? Какая-то лодка. Барашковый винт. Барашковый. Барашковый. Барашковый винт, наверное. Так. Полицейская машинка. Скорая помощь. Электрокар. Ха-ха. Но у нас денежек не хватает на такое. О, супер дизель 4х4. Вот это, наверное, крутая штука. Хотелось бы попробовать. Ролинная. Ну, корпус у нас есть от Ролины. Дрэк. Рэ... Дрэкстер. Дрэкстер. Пожарная машина. Замечательная. И танк. О, танк я бы хотел купить. Так. Ну ладно, ладно. Обойдемся пока что. Я хочу попробовать трэктер. И я хочу попробовать не лес, а вот курс молодого бойца. Вот здесь мне понравилось продвигаться. Давайте допрокачаю наш... Ну, по мере возможности наш... Наш трэктор. И что же? Старый Туин. Так. Сколько у нас тут? 500 метров рекорд. Ну, не так уж и много. Но ничего. В принципе ничего. О, порезвее стал. Порезвее. Так. Сейчас будем грязюку мы тут месить. Так. Опа. Опа-па-па-па-па-па. Ой, пельмени. Ну, что ли, не пельмени. Это... Это на самом деле мешки, я так понимаю, с песком. Но похоже на пельмени или вареники какие-то. Ладно. Продолжаем. Вообще тракторы... Что мы это гоняем на тракторах? Они же вообще предназначены для обработки всяких там полей и сельскохозяйственных угодий. Хотя, ребят, я как-то видел, существуют действительно гонки на тракторах. То есть, такие тракторы, они... Ну, они, в принципе, похожи на обычные, на вот этот трактор. Только у них такие колеса огромные. И они ездят по дорогам. То есть, забавно выглядит. То есть, трактор, который... Гоночный трактор. Так, представьте. Так, ну что-то мы тем временем сломали себе шею. Тяк, 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 тяк. Давайте, знаете, еще что порой мы установить рекорд. Точно, установим рекорд на... Так, на шоссе, наверное, мы установим... Хотя... Не, я хочу установить рекорд на вот здесь, ребят. Самая первая сельская местность. Сейчас я возьму из аппаратов тот, который мне больше всего понравился. Это чудовище. Не знаю, как по мне, это очень отличная машинка. Но тем более, что я ее прокачал на максимум. И она очень-очень резвая и очень хорошо преодолевает всякие препятствия. Поэтому сейчас будем устанавливать рекорды. Так, вот так вот и едем. Вот в начале, конечно, вообще она превосходно себя показывает. Всякие тут мостики преодолевает. Как, не знаю, как так и надо. Как будто по дороге мы едем, а не по какой-то, не знаю, внедорожной местности. Так, ну я что-то сильно уже разогнался. Да, уже 400 метров пролетели. Даже 500, как бы, и я их и не заметил. Да, хороший транспорт. Наверное, на этом будет самый лучший устанавливать рекорды. Ну что, он очень прыгучий, во-первых. А во-вторых, устойчив крайне. Ну и в воздухе, в принципе, очень хорошо вертится. Может, не так хорошо, как мотоцикл тот же, но тем не менее. Так, продвигаемся, продвигаемся. На 1000 метров я где-то тут вроде остановился. Точнее, даже не остановился, я уничтожился на 200 метрах. Давайте тут уже поаккуратней. У-ху! Так, переворачиваться не хочу, я навряд успею. Ой-ой-ой, пропустил я топливо. Ладно, ладно, попробуем до следующего дожить. Мне все-таки пришлось мне кувырочек сделать. Ой, вы смотрите, как он препятствия хорошо преодолевает. Он просто их не преодолевает, он их перепрыгует. Без проблем вообще каких-то. Смотрите, на какую гору мы за... Тихо забрались. Так, 1000, 1200 метров. Не, вообще рекорд у нас получается... Да ну почему? Почему? Нет. Ну, личный рекорд на этой машине мы установили, тем не менее. Давайте еще раз попробуем. Вот, очень мне она нравится. Ой, тихо, она затормозит, если интересно, вот так вот. Так, да, нормально, она тормозит. Что-то мне показалось, что она как-то скользит по дороге. Но нет. Она просто слишком быстрая. Уху! Как же мне нравится этот драко рейсинг. Так, давайте вот так вот. Опа. Тихонечко. Мосты коварные, на самом деле. Они вот пружинят. И можно очень легко перевернуться. Вот очень они такие непростые. Надо быть на них аккуратными. И еще коварные... Ой-ой-ой-ой. Вот там вот, где я упал в прошлый раз. Сломал себе шею. Вот там тоже очень коварная местность. То есть, она такая вот... Там ямки, они полукруглые. Я, получается, заезжаю одним колесом. Если я слишком разгоняюсь, то меня чисто автоматически пере... Ой, пере... Ай-эй, тихо, тихо, тихо. Переворачивает. Тут надо быть очень осторожным в таких местах. Так, давайте уже топливо брать. А то мы не доедем, я чувствую. Без топлива далеко. Нет, надо было... Ах, ах, упал. Ах, я прям почувствовал эту боль. Так. Ну ладно, ладно. Еще раз, еще раз пробуем. Однозначно. Так, вперед. Вперед из песни. Так. Хорошо. Проходим мостик. Я вот еще, кстати говоря, ребят, когда-то видел не гонки, а соревнования на вот таких вот монстр-мобилях, огромных, с огромными колесами. Они там... Ну, у них задача была, скажем так, показать всякие трюки. Там был такой стадион, он был весь в трамплинах различных. Там были мелкие, ну, легковые автомобили. И вот эти монстр-траки по этим автомобилям... Да, опять я уничтожился. Ладно. Надо что-то другое попробовать. Разнообразие. Фургончик давайте в лесу попробуем. Так, не хочу делиться этим. И вот эти монстр-траки, они соревновались, кто из них будет лучшим, скажем так, гонщиком. Очень классно. Мне понравилось. Такое соревнование. Эти машины настолько огромные, настолько они мощные. Они ревут так страшно. О, ребята, интересно. А почему это мы... Ха-ха, я понял. Я понял, для чего фургончик нужен в этой карте. Потому что он проезжает сквозь эти елочки. А мы, ребята, не можем этого сделать. Ой, забавно. Только посмотрите. Ха-ха. Мы настолько большие, что просто не вмещаемся. Да. Смотрите, но мы даже... А как мы выжили? Ха-ха. Непонятно, как мы выжили. Но это забавно выглядит. Да. То есть... Видите, все-таки для каждой карты есть какая-то особенность, которую нельзя нарушать. Мы просто срубили целый, не знаю, лес. Забавно. Забавно. Да. Но все-таки, видите, карты, они не зря идут вот таким образом. Угу. Ну ладно. Так. Что мы... Давайте... Давайте все-таки на фургончике еще раз покатаемся. Где он здесь? Где здесь наш фургончик? Вот он. Так. Покатаемся, покатаемся. Сейчас мы на тебе. Фургончик. Да. Не ожидал я, что он не будет проходить сквозь наш драгрейсинг. Наш драг не будет проходить сквозь елочки. Это, конечно, забавно выглядело. Мы просто косили елки. Да. А фургончик тихонечко так себе спокойненько едет. Причем, знаете, некоторые елочки сзади него оказываются, а некоторые перед ним. Да. Вот такая вот забавная анимация нашего фургончика. Ну, мы едем, 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 едем. Так. 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 Эх. Что нас здесь ожидает? Даже не знаю. В лесу страшно на самом-то деле. В лесу волки водятся. Ребята. Вот это, блин. Кстати, ребят, вы напишите. Вы когда-нибудь были в настоящем лесу? Вот я, допустим, когда-то был. И это довольно-таки классное место. Страшное, но классное. Большие сосны вокруг. Всякие там звери, грибы. Озера лесные тоже. Речушки. Очень-очень классно. Так. Ну, ладно. Едем вот так вот аккуратненько. Аккуратненько везем наших пассажиров. Но я так понимаю, мы едем куда-то на пикник, где-нибудь на лес, в лесную какую-то поляну красивую. Мы едем с друзьями на отдых, в общем-то. На летний отдых. К сожалению, сейчас зима. Ну, по крайней мере, там, где живу я, сейчас зима. Ну, наверное, и там, где вы живете сейчас, скорее всего, тоже зима. Эх. Зима, зима, зима. Не сильно люблю зиму. Конечно же, я больше всего люблю весну и лето. Ну, или даже так, конец весны и все лето, без исключения. И начало осени, потому что все еще тепло. Так, ну, мы едем. Ой, тихо. Эм, в смысле? Ха-ха, смотрите, ребята. Все-таки мне не показалось. Мы действительно можем разбить наш фургончик в дребезги. Эм, ну, забавно. Что, у нас уже проблемы с двигателем? Нет, ребята. Смотрите, у нас двигатель дымит. Как же так-то это, а? Так, а ну, если мы, допустим, на... Вот так вот как-то упадем на жопу. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, смотрите. Ха-ха. Наш фургончик развалился. Забавно, забавно. Прикольно. Я от не ожидал такого. Так, ребят, ну что ж. На этом серия подходит к концу. Следующей серии вы увидите, как я на этом фургончике разгоняю. Я, надеюсь, уже понакоплю денежек, чтобы его прокачать обязательно. Ну и, собственно говоря, все, ребята. Напоминаю, ставьте лайки и пишите комментарии, естественно. И адьюс, амигос.